Как организовать прямо на поле боя продвинутый хирургический комплекс? Ответы на этот вопрос в армии уже есть. Сегодня на Нижегородской ярмарке был развернут современный полевой госпиталь. Военные продемонстрировали достижения современной полевой медицины. Это автоперевязочная, входит в состав полевого госпиталя. Предназначена для оказания первоврачебной, врачебной и элементов квалифицированной медицинской помощи пострадавшим, пораженных при боевых действиях. Здесь оказывается первоврачебная помощь. Это окончательная остановка наружного кровотечения, устранение пневмоторокса. Здесь есть специальное оборудование, которое позволяет малоинвазивным путем также оказывать медицинскую помощь. На нашем симуляторе мы имитировали пулевое ранение брюшной полости. В данном случае находится внутри пуля. Ее надо извлечь. Вот, пуля. Найдена пуль на полости. И дальше производится манипуляция по ее излечению. Всегда использовались доступы открытые, большие. Не было возможности, так сказать, увидеть глазом то, что скрыто за поверхностными тканями. Теперь эта возможность существует. Навыки нарабатывать надо не на пациентах, а вначале на тренажере, а потом уже максимально для пациента в пользу привести. Для того, чтобы хирурга обучить в процессе повседневной деятельности вот этим навыкам, которые в полевых условиях могут пригодиться, нам необходим поиск современных методов симуляционного обучения. Использовать для этого трупные кости, ну, можно сказать, неэтично, да, поэтому мы этим путем не пошли. И наши доктора, разработчики этого метода, специалисты Нижегородского военного госпиталя с участием в кафедре военно-полевой хирургии, военно-медицинской академии, разработали простой и достаточно эффективный способ. Это печатать эти кости на 3D-принтере. Любую кость, любой перелом, мы, в принципе, можем на 3D-принтере симметрировать. Это инновация. И эта инновация разработана в Организации Западного военного, что мне очень приятно. Военная медицина России была признана наравне с американской и с китайской, это вот ведущая стороны, образцовой во всем мире.